Добрый день, друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Четверг сегодня, 27 апреля 2023 года. А новости у нас будут две. Первая новость. Доставка электроэнергии подорожает в разы. С новыми тарифами расходы на доставку электроэнергии для многих потребителей вырастут в разы, пишет ЛСМ. Компания AUX, Приегума, Тыклс и Садалес Тыклс представили свои новые тарифы на передачу энергии. В среднем они вырастут на 32 и 36 процентов, соответственно. Портал произвел расчеты и оказалось, что массовый потребитель может получить многократное повышение расходов на передачу энергии. Инфраструктура AUX, Приегума, Тыклс требует очень больших капиталовложений. В следующие 10 лет мы говорим о 500 миллионах евро, друзья. Сказала представитель, председатель правления AUX, Приегума, Тыклс, Гунта, Екобсоне. Компания Садалес Тыклс говорит, что повышение тарифа произойдет на 25-30 процентов. Но это лишь в общих чертах. Это в общих чертах. Слушаем дальше. А в частности, нам предлагают в этом убедиться с помощью их тарифного калькулятора. Пример для тестовых расчетов. Обычную квартиру в Риге, среднемесячное потребление которой 166 киловатт часов в месяц. И о подключении мощностью 25 ампер. У нас получается, что мы платим 9 евро 60 центов за доставку электричества к квартире. А с 1 июля 2023 года мы будем платить по основному тарифу 19 евро и 82 цента. Таким образом, повышение тарифа происходит в два раза. Даже больше, чем в два раза. Больше 100 процентов. Сейчас у Садалес Тыклс новый специальный тариф. Но он с подвохом. Давайте разбираться. Выбирая тариф специальный, клиентам нужно тщательно планировать потребление электроэнергии. И выбирать соответствующий вид тарифа. Садалес Тыклс признала представитель Садалес Тыклс Байба Приедете. Поскольку даже небольшая разница при росте потребления электроэнергии может сильно повлиять на цены по ее доставке. Его рекомендует выбирать тем, у кого есть дачи. При тарифе основной, ну это в кавычках, но основной, в данном случае оплата выходит ниже. Эксперт в области энергетики Гатес Абеле говорит, эти выплаты предприятиям главным образом связаны не с ценой на природный газ, а это строительство и введение в строй нового оборудования, необходимого для замены старого. И то, что мы видим на рынке, эта продукция дешевле не станет. Окончательное решение регуляторам еще не принято, сказал Янис Миккелсонс, исполнительный директор комиссии по регулированию общественных услуг. Подготавливается вся необходимая информация. Совет регулятора может принять решение в середине мая или в конце мая. Сейчас будем стараться, чтобы новые тарифы вступили в силу уже с 1 июля вот этого 2023 года. Как это планировалось и раньше. Тариф, который был представлен 26 апреля, будет действовать для Саделес Тыклс 4,5 года. А для Ауксприагума Тыклс 2 года будет действовать. Следующая новость, друзья. Я говорю, новость от новости, я говорю, час от часу не легче. Что не новость, то вообще. Вот слушайте теперь еще вот это довольно-таки интересная новость. И грустная. В детских садах бьют тревогу об отравлении. Родители грешат на яйца из Украины. Ну, отравление детей, естественно. В период с февраля по апрель этого года, вот, 2023 года, дети в различных дошкольных образовательных учреждениях Латвии стали часто болеть кишечными инфекциями. Родители обеспокоены тем, не вызвана ли инфекция бактериями в яйцах, завезенных из Украины. Пишет netcariga.lv Центр профилактики и контроля заболеваний ЦПКЗ направил разработанные рекомендации в дошкольные образовательные учреждения на случай, если в учреждении зарегистрирована острая кишечная инфекция. В частности, советуется не принимать больных детей, немедленно сообщить о произошедшем в ЦПКЗ, предусмотреть ограничительные меры, проинформировать родителей, следить за мытьем рук детей, проводить влажную уборку и дезинфекцию помещения и другое. Глава отдела по связям и общественностью ЦПКЗ Илзе Арая пояснила, что в рассылке таких рекомендаций дошкольным учебным заведениям нет ничего нового. Это обычная практика. Кишечные инфекции могут возникать не только от яиц. Нельзя сказать, что это было вызвано каким-то одним импортным продуктом. Причины могут быть разные. Сальмонелла, норовирус. Эти инфекции имеют циклический характер. Летом, в свою очередь, больше единичных случаев, связанных с тем, что семья использовала в своем рационе определенные продукты, объяснила Илзе Арая. Она уточнила, что вопросы гигиены особенно актуальны в детских садах, потому что там у детей более тесный контакт, а в школе контакт не такой тесный. Фокус на ковид, когда детей держали дома, родители работали удаленно, а детские сады так и не посещались. Прошел, поэтому ЦПКЗ напоминает, что актуальные кишечные инфекции. В свою очередь, если есть заболевание, вызванное пищевой инфекцией, например, в одной группе детского сада заболели трое детей, в другой пятеро, в третьей десять, проводится отдельно эпидемиологическое расследование. Продовольственно-ветеринарная служба ПБС проводит анализы продуктов питания, берет анализы на кухню. Если заболевание вызвано, извините, если заболевание выявляет в нескольких детских садах, то ЦПКЗ также сотрудничает с муниципалитетами. Старший специалист отдела контроля за продовольствием ПБС Светлана Альминович-Мильянович пояснила, что в случаях выявления группового заболевания в дошкольном образовательном учреждении проводится эпидемиологическое расследование. За указанный вами период ПБС поступило десять сообщений от ЦПКЗ о возможных групповых заболеваниях пищевого происхождения в дошкольных образовательных учреждениях. Из них только один случай вирусная острая кишечная инфекция был связан с приемом пищи в учреждении. На данный момент ПБС не поступало информации о том, что случай заболевания в дошкольном образовательном учреждении был связан с использованием кулинарии яиц украинского происхождения, сказала старший эксперт. когда-то года два назад ПБС обнародовала информацию о грузах яиц из Украины, которые могли навредить здоровью человека. На вопрос, почему в последнее время такой информации нет и общественность об этом не информируется, Арминович Киромильинович ответила Слушаем. Период времени, о котором вы спрашиваете, на границе с Латвией был проведен усиленный контроль яиц и яичных продуктов, поскольку в ходе лабораторного контроля в некоторых случаях было установлено, что продукты не соответствуют критериям безопасности. Следует отметить, что в 2022 все лабораторно исследованные образцы яиц и яичных продуктов украинского производства соответствовали требованиям безопасности. В то же время следует отметить, что с начала войны начатой Россией в Украине яйца и яичные продукты украинского производства не ввозились Европейский Союз ЕС через латвийские пограничные пункты. Их ввозят через пункты пограничного контроля других стран членов ЕС. в основном это Польша и контроль осуществляет надзорная служба соответствующей страны, то есть Польши. На этом я новости заканчиваю, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете на эту тему. Делитесь друзьями в социальных сетях. Большая просьба, поддержите наш канал своей подпиской, подпишитесь, пожалуйста. Желаю всем здоровья, в данном случае только здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Всем большое спасибо, до следующих видео новостей. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...